вот эдуард мне написал про печень ой 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 как тут все маленькая отвечено вот сначала так писал вот и значит писал масло выпил стакан 250 миллилитров от очистка печени три приема с интервала 15 минут не покидает до сих пор ощущение что когда его пил она мне даже понравилось а еще подумал как это некоторые могут его выпить я бы выпил и больше за раз стакан масла но не простого а насколько потом узнал масло горчичного чистку делал с небольшим предварительно по готову кайклизмы свежей мочой по 400 миллилитров грелка на печень и так далее да еще может может быть важно раньше голодал по 36-42 часа на воде но когда это зимой то же самое делал насухо то это для меня было открытое переносится ни в какое сравнение легче эффект сильнее в разы но был вынужден это дело приостановить так как сильно мерз в конце дня керосин и зиру применительно к горлу продолжу обязательно спасибо за совет у меня тверстала еще одна дилемма что делать с мочетерапией продолжать таки или приостановить так вот самое первое письмо обращаюсь к вам за советом это было 5 5 апреля этого года впервые делал чистку печени читая ваши книги значит в 19 часов выпил горчичное масло и лимонный сок по 250 миллиграмм 3 захода с интервалом 15 минут зашло хорошо масло даже с удовольствием тошноты не было только дальнейшем поднялась температура и мутила спал плохо просыпался в поту такое бывает такое бывает когда когда организм ослаблен сильно зашлакован так спал плохо просыпался в поту то есть естественно организм борется просыпался в поту потому что не находя нормального выхода вот как должно выйти через желудочно-кишечный тракт значит начинает вот это все выходить потом никаких позывов и послаблений ничего не вышло ни ночью ни утром не на следующий день утром поздно еле встал чувствовал себя очень плохо полностью разбит то есть организм боролся 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 на то чтобы выполнить эту процедуру все равно сил не хватило сил мало мутит но не до зашноты моча красная с резким запахом то есть пошло очищение по через почки запаха мало язык с белым налетом то есть через верх пошло натощак выпил стакан сода организм попросил через 30 минут теплой воды пол-литра потом желудочно-кишечный тракт сбора 1 литр с меда и стало полегче полдень промыл нос и горло свежей мочой уже золотистого цвета запахом горчицы то есть уже кое-что там значит масло горчичное пошло не туда как бы сказать куда надо она просто там уже по крови и частично сбрасывается через почки отошла слизь есть ничего не хочется только пил тройной чай в 16 часов поставил клизму свежей мочи 400 грамм стало прозрачно запах приятно и почти нейтрально на вкус как водичка и прополкал горло в 1650 стул в виде каши коричневого цвета с резким запахом вот это вот каша она напоминает своего рода водоросли то есть если в организме вот слишком много уже болезнетворной вот этой вот инфекции которая из слизи образного уже стала коричневой как водоросли вот это вот и будет наблюдаться а себе 45 лет не пью не курю около 10 лет рост 178 275 конституция ветер же слизь хронические заболевания нет по больницам не хожу в десятом году переболел мышиной лихорадкой и следом ангиной в десятом году даже в инфекционной больнице лежал двадцать дней в дальнейшем ангиной не болел грипп раз-два ходы переношу нормально мышиная лихорадка надо же мышиная чего только не бывает и следом ангиной то есть это говорит о том что что произошло вот именно внедрение болезнетворной инфекции так с весны 18 года то есть это произошло десять лет назад с весны 18 года по утрам натощак принимал стакан соды целый год из меня вылетала много всякой дряни всякой дряни видите потихонечку вот с десятого года вот это вот инфекция начала образовывать колонии а вот сода сюда натощак выбрасывала самочувствие улучшилось энергии добавилось в разы плюс очень много прекратил второго апреля двадцатого года как раз перечистка печени третьего стал принимать урину раз в три часа полоскать горло умываться и мыть волосы раньше с осени 18 принимал перекис водорода внутрь энергии еще больше стало ушли боли в коленях и стопах после нагрузки то есть если говорят уже боли в коленях и стопах это говорит о том что уже это инфекция норовит обосноваться приклад прекратил в феврале двадцатого года 17.02.20 принимаю зиру а уже 23.02.20 из меня повалили зира начала работать зира это тот же тмин только называется по-другому слизь медузы нити цисты и так десятый год каши мыши мыши на лихорадка следом ангина вот это вот вся эта ерунда мыши на лихорадка насколько я понимаю это может быть это может быть грибковая инфекция может быть и нет но тем не менее слизь медузы нити цисты это все образование колонии вернее колонии паразитов которые начинают нас поедом есть март двадцатого принимал трачатку множество цисты нити слизь медузы грибницы почти каждый день то есть вот представляете насколько организм может быть поражен вот это ерундой как говорится образовалась опухоль думаю а будем лечить опухоль да вот это вот опухоль уже перед тем как она образуется вот это вот вся ерунда ослезняет организм организме уже потом конкретно а злокачество думает прихлопнив-ка мы так почти каждый день кроме этого курсом 10 дней полоскал горло керосином обнаружил покраснение в области правой миндалины которому не придавал значения много лет поскольку боли не было но я ощущаю да и сама миндалина в зачаточном состоянии по сравнению с левой то есть в миндалине уже поселилась она как бы сказать вот как первая линия обороны значит взяла на себя удар как-то там пыталась с ней справиться но насколько я понимаю инфекция уже обосновалась в ней она уже ее так сказать преодолела и уже уже высушила эту миндалину покраснение не ушло так 1 апреля 20 после первого полоскания мочой в области левой более здоровой миндалины появился белый прыщик латать не больно температуры нет держится до сих пор вот гноеродная инфекция белый прыщик гноеродная инфекция которая которая начинает выходить то есть она там сидела и и никто ее не брал уже иммунитет не в состоянии там справиться защитных сил для этого нет никаких опа керосинчика только дали а керосинчик тут сам начал делать работу и вот это все убившись выделяется в виде гноя важно понимать держится до сих пор сегодня утром после неудачи с чисткой печени обнаружил белый гнойник уже справа где покраснение в 12 часов прополоскал вот свежий мочой прыщик пропал а слева остался на месте на момент 18.30 самочувствие стабилизовалась аппетита нет вот такая общая картина пожалуйста очень бы хотелось услышать ваше мнение по поводу чистки печени могу пока понять почему не получилось и еще горло непонятно что делать или не делать с уважением эдуард и я вот ответил да что вы сделали хорошую работу но надо бы продолжить потому что закоренела закапсулированная инфекция она начинает сдаваться но тем не менее она образовала мощные бастионы мощнейшие бастионы которые в организме сидят и вот 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 смотрите вот его последнее письмо значит за это время он сбросил 3-4 килограмма стал по суше и самое удивительное для меня это то что мои суставы стали гнуться эластичные на порядок это ли не чудо и волшебство для некоторых действительно волшебство чудо когда они ничего не делали на суставы а вот за счет другой работы по изгнанию разного рода паразитов колоний паразитов стало легче он просит разъяснить момент про чистки печени и вот его крайнее письмо которое мы с вами разберем более подробно хочу поделиться 4 мая 20 года провел чистку печени по методу Татьяны Буровой как вы посоветовали так как классический вид 5 апреля пошел не совсем как ожидалось дело в том что почему может пойти не так как ожидалось могут быть так как до этого выходили разного рода слизистые пробки колонии вот этих вот слезневиков паразитов и прочего они просто напросто могут закупорить эти там протоки проходы и знаете масло не пойдет туда куда надо а вот как раз с травками травки они начинают сами по себе вот по бабушке Буревой они начинают сами по себе уже подготавливать разжижать эту слизь отчасти убивать расшевелить значит вот это вот залежи различных этих шлаков и так далее то есть пробивает путь по которому далее пойдет очищение пока он не пробитый толку не было и вот как как и говорилось 5 апреля прошел не совсем как ожидалось читаем дальше после приема порошка из трав окроп кориан фенгей анистмин по схеме пошли выбросы цисты нити лохмотья и куски плотных образований с белыми жирными прожилками слизь муть как ил в пруду медозы пленки и так далее вот вот это вот вся эта дрянь у нас уже в животе там она огнездилась окопалась построила свои бастионы и любое там лечение чего-либо без воздействия на это ничего не принесет только ослабить организм это как было так и было и дальше схавать человеческий организм еще быстрее так как лечение поможет ослабить организм а они уж дадут а вот это вот как раз именно вот эти вот травки с обилием фитонцидов с обилием вот этих вот веществ которые именно убивают вот эту бяку-каку они начали действовать они начали действовать и когда мне говорят вот чистка печени что там чистка печени там то все масло прореагировало с лимонным соком это там камушки взялись и так далее я говорю да да нет это ж ключевая процедура ну я же делал другие делали смотрите как она работает нет этого не может быть и так далее я говорю ну вы хотя бы сделайте чтоб свое мнение было что вы тут тыл дычите вот камни это такое да камни потом проходит когда вы сделали несколько чисток а если бы это было то что вы говорите они каждый раз бы валили эти камни и камни совсем другие вы же посмотрите они они разные а тем более слизь вот самое хорошо когда будем говорить ну если у человека естественно слизь есть выходит вот эта вот ерунда которая мешала мешала сосала ваши силы мешала работать печени общее состояние организма резко стало ухудшаться мутит рвотная паза головокружение тошнота было настолько плохо что был вынужден уменьшить дозу порошка а это а это происходит из-за того что подключается уже и сам организм на то чтобы работать то есть организм он знаете как бы сказать привык к тому что в нем сидит инфекция она его так сказать подзадавила у него нету сил бороться а когда вот это вот с инфекцией он так сказать это инфекция ослабла то и организм начал работать началась вот этот вот очистительно оздоровительный кризис который естественно берет силы забирает силы то есть у человека нету сил его все силы идут на то чтобы справиться с вот этой инфекцией то есть знаете как как решающая битва все фронту все для победы организм подает и сам уже еле-еле там но пытается все это сделать вот чтобы вы понимали что происходит а то такое произойдет с вами а а а а вот а вот вот эта чистка тут меня отравила тут меня еще что-то там сделал и так далее то есть важно чтоб человек был готов в зависимости от того насколько ваш организм поражен вот этой вот вот слезневиками бактериями мы даже о глистах не говорим вот это вот ерунда еще страшнее настолько у вас и могут быть вот эти все оздоровительно-очистительные реакции значит уменьшилась доза порошка в 13 часов вышла большая медуза плотной желеобразной студии как единое целое с цистами ниточками и прочими вот она уже сказать знаете как матка вышла матка вышла то есть там уже вот эти бактерии они уже формируют себе тело как гриб гриб идет со споры и когда он развивается он там захватывает огромную территорию а потом он делает свое плодовое тело и вот это плодовое тело и еще немножко за всем вот этим вот так сказать вещами начинается онкология и смотрите это может сидеть даже в таких местах куда вот это вот все до этого то что применялось она как-то даже и не доходит или же работает постепенно почему вот эти очистительные и противопаразитарные процедуры если особенно вы так серьезно болели надо их продолжать ну я бы сказал где-то с перерывами в течение нескольких лет мы десятками лет сколько там ему 40 лет мы десятками лет себя заселяли этими паразитами и думаем за один раз от всего этого избавиться и вот эта вся вот эта ерунда она хитренькая она хитренькая по-своему она же хочет жить она только попала туда куда надо она только размножилась она только как бы сказать завоевала организм и сейчас будет наслаждаться этим а тут на тебе ее начинают гнать естественно она упирается естественно оттуда-сюда начинает сопротивляться все в студенистой жидкости темно-коричневого цвета как мазут как мазут как мазут 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 я вам уже говорил это это черная застоявшаяся желчь желчь не может уже нормально выходить из печени она в ней остается она в ней старит и превращается в мазутообразную жидкость уже сама по себе начинает отравлять разрушать там ту же печень тот же организм понимаете что получается из-за того что вот эти все эти образовались слизистые пробки все это там перекрыли и уже начинается собственный развал организма после этого сразу заметно стало легче добавилась энергия естественно это все все знаете сидела питалась с вами отравляла вас и как только вы от этого избавились уже легче стало организм он задышал он начал в конце концов нормально работать то есть вы что вы сделали вы его лечили нет вы просто-напросто создали условия для нормальной работы чисткой печени сколько я спорил из этой чисткой печени вот там наверное с представителями врачей которых я в конце концов поудалял никакие им доводы знаете не нужны вот этого не может быть никакой чистки печени нету ничего не это чистка печени подразумевает не только что там желт что-то выйдет с вас выйдет вот это вот себя как как которая там как на лакомом местечке знаете это самое на денежном сгруппировалась и сосет вас незаметно для вас а вы думаете да все нормально все хорошо та-да-да-да значит добавилась энергии вот откуда энергия появляется в 18 часов выпил тепло-горячее масло нагрел на солнце 150 грамм плюс клюква масло пошло тяжело через 30 минут забурлил живот началась значит реакция то есть либо желчь на него выделилась как правило когда выделяется желчь на масло все это начинает вот это вот бурлить а до этого он и даже и не бурлил потому что и желчь не выделялась все было закупорено слизью общее состояние организма стало ухудшаться естественно начался второй этап или там третий этап пятый десятый сезон было очень тяжело плохо выбросы продолжались да и пошло то есть на каждый выброс организм должен накопить энергию выбросить накопить энергию выбросить отдать свою энергию выбросить естественно все эти выбросы и отдача энергии ослабляет всего было десять раз за день дерьмо вышло немеренно вот вы представляете человек живет в дерьме буквально так каждый из нас вот особенно если он более-менее чем-то там таким болел и думает все нормально я буду заниматься здоровым образом жизни я буду витарианцев я буду там еще 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 да требуется капитальные процедуры и одним из которых возможно наилучшей является чистка печени если используя трав по бабушке Татьяне буревой потому что надо все это все это болото расшевелить расшевелить сделать в нем как бы сказать протоки чтобы она куда-то ушла а то она как стояла так и стоит расперлась там и все немеренное количество дряни и я не зря говорю вам слова одного моего знакомого который голодал не раз 40 дней так он говорит судя по тому что из меня выходил я понял что человек состоит наполовину из воды а половину из дерьма вот эту дрянь надо 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 выбросить дерьму это выбросить оно оно вас душит живем в дерьме и еще думаю откуда же здоровье откуда же там свет кожи откуда же еще что то там она будет 23 часа не было речи чтобы выпить еще масло так как лежал в полу бессознательном состоянии сил нет близок к галлюцинации понимал что выпил выпить физически не могу встать не могу около 12 часов ночи уснул в бреду да да вот такая вот борьба организма со всем этим дерьмом колоссальная интоксикация колоссальная поэтому в некоторых случаях чтобы такого не было надо бы сделать там ну ряд процедур как бы как бы потихонечку все это дело там расшевелить вот он как раз и делал все это но оказалось настолько все заполнено что надо было бы еще наверное такой же срок проделать хорошенько там протравить себя видите что что то что творится с человеком и когда вот это вот происходит человек хорошо что он видит что с него выходит и понимает что идет борьба идет борьба за жизнь уже не за здоровье аж за жизнь и он как то так это держится не паникует а так запаниковал о вы тут нас отравили и так далее на следующий день с клизмами дел 4 раза вышло около ста камней из печени из желчи наконец таки пробила вот это вот печень что она начала избавляться от всего это желчный пузырь тоже самый большой длинный 5 сантиметров и диаметр 2,3 сантиметра но это примерно 2,3 диаметр так показываю значит самая большая 5 сантиметров 5 сантиметров 5 сантиметров это вот такая вот такая вот и значит 2,3 в диаметре 2,3 в диаметре и примерно вот такой вот вышел каменюка то есть желчные протоки не расширяются там то не расширяется, что не расширяется но тем не менее практика показывает откуда-то он вышел и скорее всего он вышел с желчного пузыря, начал потихоньку кушать, но почувствовал что что-то не то, не идет интуитивно почувствовал, что надо поголодать с сутки сухого голодания 7 мая, день трубы и сразу почувствовал себя человеком облегчение, самочувствие отлично сейчас потихонечку восстанавливаюсь да, надо помочь, понимаете организм, вот как бы сказать мы его долго настраивали на то, чтобы он выбросил это всего из себя то есть начал бороться, вот это вот все это дерьмо которое там, немеренное количество выходит, чтобы все это вышло, организм значит настроился на очищение а тут мы будем есть то есть идет поток сюда на очищение из клеток наружу а тут мы в клетке пытаемся и срываем тем самым то есть организм не поймет и он действительно вот так вот подсказывает чисто на интуитивном уровне что это нельзя не надо делать сейчас помоги мне просто-напросто вот действительно поголодай для того, чтобы я мог вот от всего этого избавиться не загораживай мне дорогу дорогу на клеточном уровне потому что пища должна пройти через весь организм и войти в клетку а тут идет из клетки через печень все выбрасывается наружу поэтому вот эти два потока они не стыкуются между собой поэтому надо помочь себе тем, что действительно правильно поголодал облегчение самочувствие отлично сейчас потихонечку восстанавливаюсь слова о том что чистка печени это операция без ножа теперь знаю не понаслышке действительно принес операцию положительная динамика после чистки печени гибкость суставов связок появилась на третий день спасибо вам за совет и рекомендации и еще на днях подсчитал ваш труд записки голодающего признаться ничего подобного в жизни не читал в хорошем смысле этого слова это переворот сознания нашел ответы на многие свои вопросы еще больше задумался спасибо с уважением Эдуард я ему рекомендую вот сейчас вот еще немножечко пройдет это восстановление примерно дней 10 пускай пройдет и еще одну чисточку то есть сейчас тут и надо этминчик поэта пока знаете вот эта вся эта инфекция находится в стадии так сказать разбандбления чтобы она опять не как-то не оформилась не это не организовалась не укрепилась значит тмин противопаразитарка и после примерно 10 ну там максимум 15 дней почувствовал ага восстановился еще одну чисточку бабах забабахать уже знаете можно и трав побольше применять и использовать чтобы вот это все потому что знаете нам кажется что да много вышло но там она знаете как бы сказать оставляется инфекция оставляет так сказать свои эти самых диверсантов ячейки скрытое подполье которое там переждать переждать вот это все а потом начнет опять действовать так вот чтобы вот этого не было оба чисточку и далее закрепляем значит вот противопаразитаркой и такой противопаразитаркой которая как бы сказать была как пища нам то есть вот мне нравится семя тмина почему потому что это это в сущности питание можно значит лучок чесночок семя тмина там укроп фенхилек и еще там что-то такое для того чтобы это шло 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 и критерием всего нашего вот этой работы это стала чистая кожа наличие сил в организме бодрость стул без всяких газов оформлены суставы естественно гибкие вот что значит естественное оздоровление ну когда мне вот это вот столько как бы сказать крови попили тем что отчистка это не то это не все это там камни не такие не сякие и так далее и тому подобное ну понимаете делают из себя дурака то есть не верь своим глазам верь там нам мне это непонятно вот хорошо что вы откликнулись и такой опыт мы забабахали теперь как говорится шашки на голову и рубать вперед и дальше тихонечко естественно помалу следя за отправлениями организма продолжать нашу жизнь и периодически применять вот такие вот процедуры благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению доброго здоровьица и до новых встреч 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 до новых встреч